Итак, доброе утро, дорогие друзья, всем шалом, бонжур, хеллоу, и мы продолжаем изучать Тору, продолжаем изучать Тору, как мы это делаем уже несколько лет по утрам, и сейчас мы идем по порядку, который установили очень великие раввины, они говорят, каждый день нужно изучать письменная Тора, недельная глава с комментарием Раши, каждый день нужно изучать псалмы царя Давида, и каждый день нужно изучать внутреннюю часть Торы, то, что называется Хасидуд, да, у них называется это Хасидуд, это внутренняя часть Торы, и мы сейчас изучаем, у нас очень есть постоянные наши слушатели, всем привет, шалом, доброе утро, И, значит, сейчас недельная глава ТИТЦ, недельная глава, когда выйдешь на войну. Интересно, что само название недельной главы, оно показывает, что нет варианта не выйти на войну, то есть в этом мире человек постоянно находится в состоянии войны. Когда выйдешь на войну, алю и вейха, на твоих врагов. То есть есть у человека постоянная внутренняя борьба, у каждого. Почему? Так Всевышний создан мир, в этом мире есть борьба между духовным и материальным, то есть тело человека это материальное, душа человека это духовное, она в духовном мире, и они как бы встретились в этом мире, душа тянет в одну сторону, тело тянет в другую сторону, и идет постоянная внутренняя борьба. Теперь дальше, у человека внутри, если смотреть на психологию, у него есть несколько субличностей, которые между собой все время спорят. То есть если вы себя послушаете внутри, вы увидите, что большая часть времени внутреннего диалога, она построена на спорах внутри себя. У некоторых они очень такие, эти споры яркие. Дальше, отношения между людьми. Вы посмотрите, зайдите, маленькие детки, анделочки, да, посмотрите в песочнице, лупят друг друга периодически вообще без зазрения совести. Прям война начинается с детства. Теперь дальше, дальше. Семьи, страны, люди, родственники, везде война. То есть нет варианта не выйти на войну. А есть вариант, когда ты выходишь на войну, что делать с этим. Теперь, значит, мы учили, постепенно разворачивалось каждый день, и были у нас какие выводы, что когда ты идешь на войну, самое главное, чтобы у тебя внутри не было зла. Чтобы у тебя внутри не было зла, потому что не враг убивает, а грех убивает. То есть у человека есть только его личный, собственный, индивидуальный счет со Всевышним. И весь этот счет со Всевышним, он идет, он идет за счет того, выполняешь ли ты волю Всевышнего или нет. Если ты во всем выполняешь волю Всевышнего, тогда у тебя ты все время в плюсах. В депозите, в таком огромном, у тебя депозит на небе, ты просто в идеальном состоянии. И Всевышний даже для тебя делает чудеса какие-то и так далее. Это как бы общая идея, да, общая идея того, чем мы занимаемся. Теперь, значит, мы узнаем из, дальше из недельной главы идет перечисление, какие есть заповеди. И говорит, вот сегодня мы дошли до такого отрывочка, «Ти того бы кэрэм рээха, когда ты зайдешь в виноградник своего ближнего, вэахальта анавим кэна вшеха, и будешь ты кушать виноград, как вот душе твоей захочется, да? Значит, вэль кэрэха лотитэн, в свои сумочки не набираю». Значит, Раша объясняет, без комментариев, без устной туры непонятно, что это значит. Я, значит, Бог мне сказал, если я иду мимо виноградника своего ближнего, так я должен зайти и кушать сколько хочу, а если тысяча человек пройдет, а если две тысячи? Красивый виноградник, мимо автобуса с туристами проезжают. О, мы в Израиле, написано, когда будешь идти мимо виноградника ближнего твоего, и съедай сколько хочешь винограда, все, нет виноградника. И что получается? Раша объясняет нам такой комментатор, он говорит, «Писание говорит о работнике». Это речь идет о том, кто работает. Его наняли убирать виноград, и он тогда может кушать, во время уборки винограда он может кушать. Хорошо. Дальше. Дальше в сосуды не клади, то есть ты не можешь забирать с собой. Дальше идет тоже все вокруг этого связано, то есть идет разговор о добре между людьми и о том, что это добро забирает. В этой вот недельной главе, кстати, тут есть кусочек один очень такой интересный, про проценты. Про проценты, оказывается, вы, может быть, и не знали, что запрещено и давать, и брать деньги под проценты. Но запрещено, есть запрет, это запрещено делать евреям. Евреям с евреями. Почему евреям с евреями запрещено делать под проценты? Потому что еврей должен помогать другому еврею, и оно как-то не сочетается. Один, значит, он обеднел, например, или ему нужны деньги для бизнеса, и он приходит к своему брату, к родственнику, и говорит, дай мне деньги для бизнеса там, или дай мне деньги. А его родственник ему говорит, ты знаешь, я тебе деньги дам, но под проценты. Некрасиво, то есть между родственниками нельзя. Теперь, и это очень важно, это очень серьезный запрет, это очень серьезный запрет, который, опять же, он базируется на том, что евреи должны относиться друг к другу по принципу возлюби ближнего как себя. То есть это как родственники, то есть должен быть любовь между себе, любовь к ближнему, и ты не можешь ему взять, ему дать, вот представьте, придет к вам ваш родственник, скажет, дай мне борща покушать, я голодный. Ты ему говоришь, борща на тебе, ну, отдашь мне борщ, и еще отдашь мне теперь, две кастрюли отдашь вместо этого. Но это же не по родственному, правильно? Теперь, можно ли это делать в принципе, давать под проценты? На этом построен весь мир, весь финансовый мир построен на том, что можно давать под проценты, то есть в принципе давать под проценты неплохо. Плохо, когда это происходит между родственниками, поэтому это запрещено делать. Я слышал урок Равыцка-Казильбера, он вспоминает, что во время войны в Казани была женщина, которая давала под проценты, еврейка. И он к ней ходил, и ей говорил, что это нельзя делать ни в коем случае, нельзя делать, нельзя. Она говорила, нет, я женщина одинокая, умная, я сама знаю, что мне делать. И она давала, продолжала давать под проценты. И он говорит, я прямо вот его слова передаю, он говорит, я никогда не видел такой страшной вообще участи, как у нее, никому не пожелаю. Она потом, когда она постарела, она, все деньги у нее забрали дети, и она ходила, стала нищенкой, ходила, побиралась, ей куска хлеба не давали, представляете? То есть, дети не давали ей куска хлеба. То есть, он говорит, что понятно, что можно сказать, что не у каждого, кто дает под проценты, будет такая судьба, но в этом мире, возможно, нет. А в том мире Всевышний сказал, нельзя давать под проценты и брать под проценты, это запрещено. Теперь дальше. И причем это такая заповедь, за которую написано, что те, кто дают под проценты, не встанут в грядущем мире. Почему так строго именно за эту заповедь, я не знаю. Но есть известная история, как в Праде был один еврей, который не соблюдал заповеди. И он давал деньги под проценты, евреям, не евреям, всем давал под проценты. И ему раввин приходил, люди приходили религиозно, говорили, нельзя этого делать. А он говорил, нет, говорит, я буду делать. Мне, значит, все равно. Ну, хорошо. Значит, человек может делать все, что он хочет, но потом он в какой-то момент умирает. И когда он умер, то его сыновья хотели похоронить его на еврейском кладбище. Тогда раввин города, тогда это был раби Атива Идер. Он сказал, что, вы знаете, говорит, на еврейском-то кладбище хоронят тех, которые соблюдают все и так далее. А он, так как он ничего не соблюдал, но он же все равно еврей. Но мы давайте так сделаем. Вот он давал под проценты, брал под проценты. То есть у него денег много. Осталось, чтобы его похоронили, это стоит миллион каких-то злотых там. Миллион злотых. Пойдет на цдаку, на милосердие. То есть это деньги пойдут на то, чтобы людям, у которых нет денег, чтобы им дать деньги. Его сыновья говорят, нет, а с какой-то радостью. Всех хоронят бесплатно или там за небольшие деньги. А его должны миллион злотых. И они пошли к мэру города жаловаться. Приходят они к мэру города, говорят, что раввин города, вот такой вот он нехороший человек. И требуют миллион злотых. Вызывает мэр города раввина, раввиатива идер это был. И ему говорит, что это вы делаете, почему такой беспредел устраиваете в еврейской общине. А раввин ему говорит, вы знаете, говорит, мы же верующие люди. Вы верите в Библию, у нас Тора. Значит, вот написано, что тот, кто дает деньги под проценты, не встанет, когда будет воскрешение из мертвых, он не встанет. Говорит, когда всех хоронят, всех хоронят на время, до воскрешения из мертвых. То есть по нашей вере осталось максимум 240 лет до конца цикла, и тогда мертвые воскреснут. А кто не воскреснет, значит, те, которые давали под проценты. Так он давал под проценты, он не воскреснет. Так значит, ему миллион, мы же его навсегда хороним. То есть это они на время место арендуют, а он навсегда. Ну, мэр города, как рассказывает предание, он признал эти доводы действительно обоснованными, потому что его хоронят. Все идет по вере человека. И сказал сыновьям заплатить миллион в купат сдака, это то, откуда дают сдаку, для того, чтобы эти деньги пошли на бедных, неимущих людей, которые получат большую радость от этих денег. Вот такая есть история. Значит, и дальше мы идем. Дальше как раз в сегодняшнем дне в книге Тания, внутренняя часть Торы рассказывается как раз про дздаку. И интересно, что там говорится, еще раз объясняется, почему дздака называется шалом. Дздака называется мир, потому что дздака, она как раз и убирает войну. Вот эту вот внутреннюю войну как раз дздака и убирает. Смотрите, как происходит. Человек, почему человеку плохо обычно, да? Почему человеку плохо обычно? Человеку плохо обычно, потому что ему не хватает. То есть любому человеку, пускай кому-то не хватает денег, да? Есть люди, им не хватает денег, им не хватает закрыть, там за месяц заплатить за квартиру, не хватает купить еду. Это люди, которые самые бедные люди, им не хватает на еду. Понятное дело, что когда человеку не хватает на еду, ему очень плохо. Он голодает, ему жалко себя, ему обидно, что у всех есть, а у него нет. Это очень обидное состояние, когда не хватает на кусок хлеба. Те люди, которым хватает на еду, они едут в автобусе, в метро, в троллейбусе и смотрят мимо, едут люди в кабриолетах, в красивых машинах. И они думают, эх, была бы у меня красивая машина, ехал бы я сейчас не в автобусе полном, а один. Ну, в машине один, вот у меня музыка бы играла. Вот им не хватает вот этого пространства своей машины. Те, кто едут в машинах, им может не хватать, они едут и думают, вот у меня квартирка есть у меня, и машина у меня есть, и кредиты у меня есть. Вот если бы у меня выплатили все кредиты, было бы мне отлично. А вот, например, вот едет человек в Бентли, да, или там у него, наверное, с деньгами вообще немерено, ему не хватает. Тот, кто едет в Бентли, ему не хватает, может быть, любви, ему не хватает уважения, ему не хватает чего-то, ему тоже не хватает. То есть всем в этом мире чего-то не хватает, и причина всех внутренних войн, внешних войн, всех войн есть одна причина – нехватка, когда кому-то чего-то не хватает, и он пытается это восполнить за счет того, чтобы забрать у другого. А второй не хочет отдавать, и у него внутренняя война. Теперь, что убирает эту войну? Убирает эту войну наполнение. То есть вот это действие от сдати, когда человек берет свое, то, что у него есть, и дает другому то, чего у него нет. В этот момент создается ощущение мира, потому что тот, кто дает, это его выбор. Он не чувствует, что он забирает у себя, у него нет внутренней войны. Он говорит, вот это вот мне Всевышний дал, у меня есть, у меня есть. Вот это вот денежка, если он кому-то дает кусок хлеба, этот кусок хлеба, он от меня не убудет. И он, оп, восполняет тому, у кого нет хлеба, а у того наполнилось. Оп, шалом, мир. Дальше. Тот, у кого есть хлеб, он, и он думает, вот у меня хлеб-то есть. Ну, постоянно помогает тот, у кого есть, помогает тому, у кого нет. И вот эта вот сдака, она заполняет вот этот вот недостаток, и появляется шалом, появляется мир. Теперь говорит нам книга Таня, что в момент, когда человек дает, он делает вот это действие от сдаки, он в этот момент поднимается на ступень, как, ну, на более высокий духовный уровень. То есть он становится на уровень духовности не забирать, а давать, как Всевышний дающий. Он в своих качествах уподобляется Всевышнему. И в этот момент он со Всевышним соединяется. И это как раз и называется то, что называется духовный рост. Теперь, ну, говорит нам книга Таня на сегодняшний день очень интересную вещь. Помните, мы говорили вчера, что есть масса от сдака, есть действие от сдаки. И действие от сдаки, оно заполняет вот этот промежуток, оно заполняет его частично. То есть ты дал человеку кусок хлеба, он его съел, у него опять не хватает. Действие, ты дал кому-то что-то, какую-то помощь. То есть ты когда даешь, и при этом ты это делаешь для себя естественным способом, то вот этот твой духовный рост, духовный рост дающего, он очень кратковременный. Но когда человек дает то, что называется авода от сдака, как служение или работа от сдаки, да, в этот момент, когда он делает больше, чем он может, то есть тут интересно, он как бы, есть в спорте, есть в спорте такой вид упражнения, называется изометрические упражнения. Вот человек, например, он работает со штангой, он поднимает штангу какого-то веса. А изометрические упражнения, когда он давит двумя руками, рука в руку, вот так, они не двигаются. То есть он развивает максимально усилия, но без движения. Это называется изометрические упражнения. Изометрические упражнения больше всего увеличивают силу. То есть когда ты делаешь сверхусилия, то в этот момент ты переходишь на следующий уровень. И говорит книга Таня, что когда ты даешь больше, чем твоя доброта тебе подсказывает надо дать, то ты поднимаешься намного на более высокий духовный уровень, и ты создаешь шалом на каких-то там сверхуровнях, с которых потом цадите, цадите это праведите, они потом с этих уровней уже не падают. То есть тот, кто может переключить себя на вот эту вот категорию человека, который всем дает, то у него открывается совершенно какой-то новый уровень. Теперь, это мы поговорили чуть про Таню, теперь опять же мы переходим на псалмы, Таилим. Сегодня это от 60-го до 65-го псалма, и сегодняшний псалм 60-й опять начинается с того, что царь Давид, он, значит, пишет, не пишет он это псалм, это он говорил, пел, воспевал так. В общем, этот псалм написан, когда воевал он против Арам-на-Араима и Арам-савы, и когда он воевал против Идома. Одновременно у царя Давида была война против трех царств. То есть вот, когда ты выйдешь на войну, есть люди, которые всю жизнь на войне. Вот царь Давид воевал всю жизнь, и тут как раз у него война с тремя царствами. И он говорит Всевышнему, всесильный, ты покинул нас, ты сокрушил нас, ты гневался, теперь же обратись к нам, ты сотряс землю, расколол ее, исцели повреждение ее, ибо она опустошена. Ты дал испытать народу твоему падение тяжкое, напоил ты нас горьким вином. И, значит, так начинается очень много псалмов царя Давида, начинается в момент, когда он, зачем он выходил на эти войны, непонятно. То есть царь Давид, он был воин, это была его сущность, он был пророк, он знал, зачем он выходил, я не знаю, потому что я не... То есть мы не можем понять другого человека. Но по факту он всю жизнь воевал, и вот здесь он воевал сразу с тремя царствами. Он Всевышнему в этот момент, конечно, тяжело воевать с тремя царствами, он плачет Всевышнему, исцели повреждение его, земля опустошена. И дальше он ему говорит Всевышнему, «Даруй отныне боящимся тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины вовек, чтобы избавлены были возлюбленные твои, спаси десницей твоей, ответь мне». Всесильный говорил святости... А, Всесильный говорил святости своей, что я восторжествую, разделю шхем долину Сукот. Вот, в общем, дальше идет у него такой подъем, 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 подъем. То есть он заходил в ситуацию, когда просто вообще, ну, вообще жуть, представьте себе, воевать одновременно с тремя государствами. В войне с Идомом, здесь в псалме написано, было убито, 12 тысяч человек было убито в одной войне с Идомом. И, значит, говорит он так... Значит, сейчас... «Кто повел меня на Идом?» — говорит он. «Ведь это ты, Всесильный, который ранее отринул нас и не выходил Всесильный во главе войск наших. Подай же нам помощь в борьбе нашей с врагом, ибо защита человеческая тщетна. Со Всесильным мы силу сотворим, он побирать будет врагов наших». То есть каждый псалом Давида начинается с того, что он попадает в ситуацию какого-то, ну, совершенно... Причем я думаю, что он же сам заходил в эти ситуации. Он заходил в ситуацию такого потрясения, еще когда он вышел воевать против Голиата, когда был напротив него вот такая машина двухметровая, Голиат, вот с таким вот копьем, и он говорил, ну, что, кто на меня? И царь Давид, он тогда был пастух вообще, он выходит, говорит, что это, говорит, обезьяна против Всевышнего выступает? И взял он камешек, раскрутил над головой, тянул в Голиата, камень его сбил с ног, он подбежал, ему отрезал голову. Вот такой был царь Давид. То есть он создавал ситуации, когда... Кризисные, назовем это кризисная ситуация, и в этой кризисной ситуации он проходил по краю реальности, когда только Всевышний может его спасти, и Всевышний его спасал. Это был его способ, поэтому царь Давид и вошел в историю как символ вообще выдающегося царя и человека, который во всем шел с именем Всевышнего на устах. Не каждому это дано в таких войнах участвовать, но победить во внутренней войне, кому-то помочь, кому-то сказать доброе слово, кому-то уступить и так далее, в этой войне победить может каждый. Все, я желаю нам, чтобы мы в простых таких войнах побеждали, чтобы была у нас Ктивава Хатиматова, чтобы была у нас хорошая запись и хорошая печать, и чтобы мы любили Всевышнего, Всевышний любил нас, и чтобы мы воевали только со своим злым началом, потому что в принципе шалом это лучшее, что может быть в мире, и когда нет шалома, то все остальное не в радость. Поэтому очень важно стремиться к шалому, и дзадака как раз это самый легкий способ сделать шалом. Все, всем хорошего дня, шалом-шалом.